Дополнительные средства президент страны определил и на поддержку семей с детьми. Единовременное пособие получат все родители, независимо от статуса и финансового положения. Подробности в рубрике «Правовые новости». Все семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат от государства выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма выдается один раз на каждого ребенка, при условии, что дети и хотя бы один родитель являются гражданами России. Для того, чтобы получить такую выплату, необходимо подать заявление в территориальное отделение ПФР, в МФЦ или направить его через портал Госуслуг, через специально созданный сайт пособия16госуслуги.ру. На рассмотрение заявления отводится не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. И еще 3 рабочих дня после рассмотрения необходимо на само осуществление выплаты. Подать заявление можно уже с 12 мая, однако выплата пособия будет осуществляться, начиная с 1 июня 2020 года. Выплату можно оформить в любое время до 1 октября 2020 года. Также по 5000 рублей ежемесячно с апреля по июнь текущего года будут получать родители, чьи дети родились или были усыновлены с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года. Раньше право на ежемесячные выплаты было только у лиц, проживающих на территории РФ и имеющих или имевших право на материнский капитал при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года. Это означало, что семьи с одним ребенком, который родился с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, не могли получить выплату. Ведь до 2020 года право на материнский капитал было только у семей с двумя и более детьми. Теперь указанная категория граждан также имеет право на ежемесячные выплаты, причем не только за май и июнь, но и задним числом за апрель. Указанные выплаты также можно оформить до 1 октября 2020 года. Еще одно решение Владимира Путина – повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза. Напомним, что на данный момент размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 40% среднего заработка и не может быть меньше 3376 рублей при уходе за первым ребенком и 6751 рубля при уходе за вторым ребенком и последующими детьми. С какой даты минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен и будет ли увеличено минимальное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми, пока не уточняется.